друзья привет это зинаш бывшая городская казахстана алмата алматинская область 1 часов 9 на вечера на улице паспорта зашла беседку с видео записать о беседке чесночный дух сейчас видео коротко скинула чесночки и который семян осенью вот такие семена выколупывала вот одна годка зубчик осенью надо будет в октябре посадить на зиму и уже на следующий год могут раз такие зубчики будут есть и маленькие вырывала эти такие есть и такие есть пошла все такие были мелкие на всю зиму хватило еще подвале осталось я весь не выкапывала полова траву сегодня и некоторые там засохшую же решила посмотреть вот вытянула большие но это по-моему с магазин магазины покупала специально на на пробу большие крупные зубчики были зажала вот извиняюсь зашла беседку надеюсь что есть комаров меньше посмотрим насколько мне хватит сейчас я чуть-чуть ниже сделаю так нормально вот почти эти дни ничего не делала потому что мама дома только начинаю что-то делать мама выбегает начинает по затяпку хвататься то не столько затяпку сколько начинает за траву хвататься наклоняется головой вниз и пошла работать и пошла у меня мама трудяга и потом она уже разгибается и вот это голова кружится ты сразу голове прилив крови поэтому эти четыре дня четыре пять дней мама у меня и почти ничего не делала вот вечером уже не выдержал к нам город замечаете что эти дни ничего не делаю хотя погода позволяла пасмурная была то что я начинаю делать мама сразу убегает начинает уже хочет помочь я ее жалею потому что 84 года при тормашками стоять еще в жаркую погоду ночью видимо дождь лил до обеда была трава мокрая и испарение и дух от 30 градусов было немного не сильно жарко на 30 градусов но духа та была страшная вот не знаю что то сегодня вспомнила опять про выходила собак кормила посмотрела не вспомнила у нас в райотделе или таки во всех райотделах во всех организациях живут собачки при хозяйстве у нас была такая собака дворняжка найда представьте в райотделе сколько черного сотрудников офицеров сержантов вольнонаемных водителей там мало ли да полно тем более у нас город большой 9 района было вот в алтавском рвд у нас во дворе там гаражи были для спецмашин и вот по данным а под одним гаражом это найда жила и причем найда знала всех всех в лицо знала никогда бы не подумал не овчарка простая дворняжка каждый год смотришь она со щенками соски отвисшие и щенят много вот в общем когда один раз рассказывал когда этот деда помните задержали задержали за распите потом я сказал через двор выйдешь нагнутым вот в тот же день между прочим дежурку заходила смотрю в дежурке лежит бычья бычья или коровья голова просто отрезанная с ушами отрезали голову и дежурки лежит я захожу грудить да как мужика одного пьяного привезли он там с этой головой за уши где-то шарухался по дороге тротуар или по дороге с этой бычьей головой дырбаган пьяный ну-ка привезли его он сидел во везьяннике и тут у нас говорила же в тот день руслан садыков дежурил опер и еще там на смене не я не помню сейчас или он дежурил тоже или он просто на работе был я при тоже там допустим нет не было такого что до 6 работа все в 605 уже тебя нету и часы два и три до ночи оставались вот и у руслана сидим подвале группа разбора и тут одного потом оформил вот этого деда который оформил пошли пойду покурил это наперекурует у на бедный перекус и отводя мужчина вы проводил то что с предупреждением что он не тезем виде было и до них спускается и готова привет от ученив отпуске куда пришла готова делать нечего сейчас что-то не вспомню почему и он дежурка позвонил давайте следующего приводит этого русского мужика ну как мужик он такой моложа вы наверно и сейчас не помню ну лет 30 наверно 32 35 вот так вот хорошо выпившие а этот даник у нас был по наркомании оперуполномоченного вот и садится и при приводит этого мужика парня и читает рапорт что шел не трезвым ведь и пьяные руках голова животного рапорт читает голова животного этот мой парень сидит возмущается учет такого там него вот от угостили всем на на холодец а даник у нас вообще вот настолько друзья вот знаете умнейший парень во-первых высокий красивый у него такие глаза большие затем большие у него мама такое положение хорошее занимала что при желании вообще можно было съедет мбд это меня не за выше она что там в парламенте что ли сидел общем связи большие были но он не хотел он сам он просто сам простым опер обработал ой все равно здесь камеры покусали опять как обезьяна чесаться вот но с чувствами уровня у него четко было и он он тоже знаете кроссворд просто даешь газету сейши разгадываешь а пока отвернулась он взял газету минут за пять полностью все исписал груданик учета хватаешь говорю я на смену принесла думал пока между делом буду там разгадывать ему 5-10 минут он все просто из рисовала все просто газету можно выбрасывать вот если захожу и при обзавод это мужика и даник с таким сильно его знать наш был серьезным лицом он говорит так мужик объясняет откуда ты эту голову взял сейчас расскажу почему про найду говорил откуда ты голову взял вот друзья как пригла пригласили там они друзья видим казахи резали быка говорит и мне отдали голову чтобы я как это холодец снял сварил да не говорит ты чё мужик вообще что ли ты чё охренел что ли или ты кореец вы как вы какой собаки голову отрезали а этот сит мужик какой собаки быка резали бычью голову даник в общем там слова заслуг это какое-то чем-то нас вот хочешь за дураков считать что ли что мы не отличим собаку собачью голову от бычьей головы а парень никакой горит нет хоть и выпиши и выпиши пьяного нет это меня друзья дали вот это мы там и за пока резали выпили но ячу молчать буду что ли ну тогда только милицию пришла а еще то есть тонкость не знаю на тоже давай подыграть говорю так вы за вы отрезали голову собаки которые находятся в красной книге записано в красную книгу это московская сторожевая уже год вы чё из меня дурака делаете и в общем теле тела не берет телефон дисковый же набирает год алло природно-охранная инспекция да там голос чей-то я не знаю кому он звонил поле дежурку позвонил поле чё я не знаю лимошка без понятия да все хорошо это операл полномочий такой-то солтавского в.д. у нас задержанный дежурку доставили с отрезанной собачьей головой сотрудница говорит что эта собака занесла в красную книгу редчайшая порода не могли бы при прислать эксперта причем этот мужик сел ухмылялся ухмылялся а даника на него не смотрит он красивый парень был сидит и на него ноль на этого русского парня ноль внимания и сидит раз разговаривать по телефону да сегодня можете прислать сейчас эксперт да чтобы заключение было чтобы сделали заключение что это именно собачья голова он утверждает что это бычья голова все экспертиза все печать у вас официально будет да и какой срок да вы что это даже больше чем за убийство человека а это на это русского парня смотрю смотрю у него потихоньку вот это хмель выходит потому что данник на нем ноль эмоций все хорошо да давайте я жду а вру я ему сказал не морской не московская сторожевая а сказал резиншнаутер потому что из всех пород я только знал резиншнаутер потому что у меня брат купил щенка резиншнаутера кто знает они таки знаете на нос у них шерсть уши купированы отрезанный и хвостик купирование у них лапки лапки такие кривые брат купил двум дочерям а у них аллергия пошла посыпь по телу он он отдал мне отдал ну как у нас между близким родственным нельзя собаку дарить ножи дарить соль допустим брать такое ну там купила за копейки у него брату деньги отдала символические потом эта собака мне всю квартиру изхреначила всю проводку телефонной изгрызла в чем в коридоре жил в общем я не знаю там когда избавилась и не знаю на чуть ли не свадьбу там готова была проводить вот только резиншнаутер и знал что недавно от него такой собаки избавилась дочка маленькая тут собака ухожу на работу она прихожу на на улице выгуливаешь он на улице не писит не какает щенок же маленький домой забегает только забегает в коридор и в коридоре такую кучу наложит и подписи ты пока как блин нет за детьми так не убиралась за . не убиралась вот это все пока поможешь общем дорвотных позывов вот я ему говорил это резиншнаутер это редкая порода собак который завозится для размножения говорю она записана красную книгу в общем турчики то дураки такие были и таник сидит разговаривает да инспекция все хорошо шалят на береговом наши роды да спросите да не рахметова дал не дежурной части знаю эксперт когда придет все хорошо давайте до свидания и телефон петру положил не знаю с кем разговаривал на на этого мужика посмотрел на парня ребята он уже почти трезвый сидел у тебя за квадратные да не говорит дежурного позвал посидеть с ним и наш пошли заходим в этот дежурку там бычья голова вот такая ну уж и знаете же корову быков такого здорового мохнатые донику дежурного берет ножик отрезает под 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 корень ножек этого уха выходим во двор и это собак не видно было он далее да не кричит найда и найда выбегает из-под гаражей выходит он ее ухо дает на она маленькая собачка такая дворняжка она это ухо поперек хватает у меня что такое и потащила под под этот под гараж там еще нет и пошла отнесла выбегает и опять перед ником хвостом виляет сейчас подожди пошел дежурку второй ухо отрезал принес найди дал вот потом этого мужика отвели в обезьянник опять дежурную часть уже найдет и отдали и этот потом она не говорит ну кого видеть это мужика русского выводят где же дежурка там видно голова лежала ты как и тащил вот за уши на игре какие на хрен за уши вот зина что какой говорила порода я груз резничного к которому уши отрезают говорю без ушей собака там же только кончики чтобы так вот не висели вот так оккупирует уши и дайник так отрезал там под корень нет не стал ты так отрезал и он говорит ну посмотри где вот этот уж и так показали мельком чтобы ушей у них как ты кому-то расскажешь что ты за уши гнез как ты мог нести за уж когда у нее ушей нету уши оккупированные ребята мужик сразу трезвый стал сидит плачет блин ребята я не знал мне почему-то казалось что бычья голова я не знал что-то сам видел как быка видел тушу ты видел как резали вот я не помню вот так вот сейчас давай адрес этих друзей это наверное корейцы извиняюсь только корейской национальцы ребята вот это на корейцы вот они ткать казахи казахи не едят собак тут у этого парня конечно уже помутнение у него алкоголь с этим с мозговой атака смешалось все вот ребята я вас христом богом прошу отпустите меня клянусь богу начал креститься я теперь адаинга тут меньше бухать надо а вот так вот бабу же где-то бухать и человеку голову отрежете потом будешь говорить что это собака или так бык или корова или баран это а вдруг там и помимо того что это собаку зарезали может вы там еще человека зарезали все у парня трезвую 3 3 отрезвел вообще если как ребята на меня и на данька смотрят дежурный так конечно с таким лицом и ответ уже не стал смеяться отвернулся вот ребята пожалуйста вы меня простите я теперь не то что мясо я только одни огурцы буду есть вы меня отпустите ой смех и грех и почему про найду начала говорить вот вроде бы дали не не породится собака вот в рай деле сколько людей она ведь некоторых сотрудников в лицо знала всех она некоторых сотрудников вообще на дух не переносила были у нас такие в любой любой организации в любое системе есть такие которые там вот люди с гнильцой так вроде знаешь знаете вроде всем улыбаются так здрасте 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 а вот в душе бывают такие знаете которые показал что мыши что ли бывает который с гнильцой вот нас несколько человек таки были которых улыбаются все издалека издалека увидит нас один на игру парень был майором такой знаете вот вроде симпатично вроде бы дайте работает так нас ничего ну такой с гнильцой был вот он у него найду и увидит знаете аскальдзе начинает рычать он ей кидает допустим там что-то там я не знаю там колбаску все она у него с рук есть не будет даже не под не подбирает а бывает там кого-то издалека увидит а ппс никель там не за дежурки там кто-то следователь там без разницы издалека увидит и бежит эти закрываем аж с голубом 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 подбежит прям аж хвостиком ляжет на спину так лапками трясет там кусочек хлеба дает она такая довольная а этот парень допустим не колбасу даст кусок или там курочку лапку даст во-первых не ест и не подпускал рычала все удивлялась собака вообще классная было не породиста ничего и у меня сын когда позавчера приехал давно же не было же нами с полгода не было мне потому что работа работа во-первых во-вторых за все далеко добираться потом отсюда далеко добирать опа думал комара поймал на лету вот и он только зашел ворота ой моей собаки когда давай прыгать этот белая арсентий начал прыгать и вот он он стоит в чистом они прыгают к нему на грудь овчарка то большая к нему тоже сюда на грудь он стоит ее футболка белую фуфу я вышла крикнула на собак ну пойду помогу и вот это белая собака возле возле сына крутилась крутилась аж отчасти псыкнула писнула сын гатфу мама набоссался ягно да от радости то считаете вас и на полгода не было они прям его но руки а прямо морды сюда в нюхи вот прям аж оба-оба-оба псины начали скакать вот и вот собаки вот собаки все-таки преданные такие дела завтра на нам опал маму повезу домой потому что квартиру тоже нельзя оставлять без без присмотра во первых во вторых мне в огороде там травку траву нужно за беседка визитом порядок риску говоришь 5 не мама здесь у меня с 5 зато 10 года 5 дней подмене ничего не делал потому что начинает что-то делать мама сразу прибегает это во вторых а в третьих мне надо будет завтра с карточки снять деньги и завести все-таки наверно в тот ресторан где будем будем вас брату 40 дней исправлять они сказали пол суммы не пол суммы 300 тысяч привести не задаток я 50 тысяч заплатил задаток вот на 28 сказали до 18 числа привести 300 тысяч заплатить чуть меньше пол суммы и остальное видимо уже когда 28 28 юля будет 40 дней тогда уже наверно буду платить остальное вот город потом на водку брат в общежитии заехать не знаю друзья это надо будет продавать буду продавать это общежитие потому что ой 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 друзья ой комар в глаз залетел раздавила видите нифига себе такой фортель первый раз в жизни вообще камаша в глаз залетел я вас мяло что ножик рожек не осталось вот наверное буду продавать обширите ребята потому что тяжело когда мама мама привезла по маму а нет когда за мамой поехал 5 числа я заехал туда потому что перед смертью ему покупала лоток яиц там продукты полностью два по два две сумки большие привет привозила тысяч на 20 покупала и мама говорила полом забери потому что там часто свет отключает ему окорочка полный этот пельмени манты вот это все морозилка забита сливочное масло кефир сметана творог вот это яйца колбасы там разные сырые были мама говорил полом забери я говорил ой нет пускай 40 дней пройдет потому что на 40 дней все равно дух ему где-то будет ходить и скажет вот я только умер они меня даже поесть ничего не оставили мама гадина что прекращать такое забери но испортится все ему это уже не нужно поэтому 5 заехала к нему в общагу с холодильник все вытащил надо будет на завтра мама отвезу на завтра мама отвезу нам заедут до отключу холодильник помоя открою его найду там этого коменданта и друзья наверно буду продавать потому что очень тяжело заходить в это общежитие а в комнату заходить вообще страшно я 5 5 зашла не опять начинается 5 зашла и вы знаете его запах прям в нос ударил такой счет что он где-то в туалете либо на балкон вышел на кровать легла и просто нюхала и ребята вчера коса сломалась я железную косу поставил это и там не такая не подходит и мама смотрю мама вроде как плакаться хотел тоже брат был приварил бы мне поэтому завтра наверно как есть там это медицинская кровать она за 268 тысяч купила там инвалидная коляска не знаю ли отдельно продавать или фотографировать нужно не знаю так что завтра на поеду маму отвозить оттуда буду ехать заеду помою холодильник отключу его дверцу открою чтобы он не завонял холодильник здоровый хорошие комната очень хорошие ребята сколько там 22 минуты вот потом это после 40 дней сейчас не хочу ничего делать не хочу ли его забирала постирать там на полу один ковер на стенке один ковер мама как единственно там его кастрюлю заберешь эмалированная костюль там свою пароварку давала ему такие дела ребята так что повезу завтра маму домой потом обратно вот есть мои буду обратно ехать на ее на время не буду мама там не то что стесняется сейчас не в том состоянии что где-то на видео снимать и и оттуда буду ехать поснимаю вам хорошо ну все давайте пока ваша зинаши